Против нарушения трудового законодательства. Это уже было не первый раз. У нас были обращения в прокуратуру с августа месяца. Первый раз. Потом в октябре мы второй раз написали. Да, прокуратура подтверждает, что на заводе права нарушаются. Но ни на йоту не изменилось ни оплата труда, ни охрана труда. Пишут, что есть нарушения, а дел конкретных нет, чтобы зарплата не прибавилась, как положено. По охране труда, как было, так и остается, что ни вентиляции, ничего нет. Трудовая инспекция тоже в курсе этого дела. Вообще, как завод открывали? Если вентиляции в механическом цехе нет, мы задыхаемся. Там же дизельный погрузчик как ездил, так и ездит. Налоговая инспекция с апреля месяца знает. Есть бумага с прокуратуры, что черная зарплата на заводе. Никаких мер не было предпринято. Но чтобы быть объективным, после того, как мы дали интервью ОРСКРУ 25 декабря, через два дня нам дали белую зарплату. Первый раз за несколько лет. Зарплата не индексируется на заводе несколько лет уже. Работникам издельных профессий режут расценки необоснованно, без всяких приказов. Ну, уменьшая ее напополам или на одну треть. Силовые структуры, на мой взгляд, по моей оценке, бездействуют. И ждут просто, когда уволят нас. Моего товарища уже уволили по сокращению штатов 27 числа декабря. А мне 27 декабря дали уведомление о сокращении тоже. Так что, кто раскрывал рот и пытается бороться за Конституцию, за Трудовой кодекс, наглядно работодатель демонстрирует, что с нами будет со всеми расправа такая же, как и с нами.